Алло, чудикс, чудикс, здорово, чудикс. Можно сегодня потыкать боссов, у меня есть 14 элдеров, 11 мейвен и 13 сирусов. О, есть, кстати, уберитера, пошли уберитеру в рот дадим. Ну, кстати, по уберу норм такой ДПС. Кобаль, Джевел, Леоникс, Амулет. Увы, без топаз ринга. Фокал поинт. Охуеть, на трейд лиге было бы 10 дивайнов. Даже без анафемы, почему без, это с анафемой. На прошлой лиге, ну, увы, лучников нет больше. До этого мирор вообще стоил. Я видел, что люди не верят, что данный список пополняется. А имен-то в нем, на самом деле, уже довольно-таки много. Самое интересное, что я сам один раз забыл, поставить лайк при просмотре видоса. И поверьте, порча работает очень хорошо. Поэтому, если вдруг вы забываете или подписаться, или поставить лайк, или посмотреть видео до конца, то вы сто процентов окажетесь тут. Пошли раздрочим боссов. Одиннадцать мейван в ахуя. А че их всех сюда пхаю я сумасшедший? Ну, ты же сдохла. Ну, вообще, неплохой дэмэдж убил, да? Привет, здорово. Или фокус. Ну, или фокус насренно. Сколько у меня там? Одиннадцать их вроде, да? Все больше и больше. А это игра в Dota 2 называется. Ну, я шляпу сделал классную. Я шляпу доделал вот такую. Надо продивайнить инту еще будет. Но у меня нет столько дивайнов. Кто насрал в лут? Сотку бы еще апнуть. Я, наверное, на сотам вкачаю просто еще один нодик на 30 инты. Как будто бы заебись. Блин, я вообще думал у билда будет меньше урона, если честно. Я вообще думал будет меньше. Я вот думаю, стоит ли мне на шляпе имплизититера до перфекта апнуть. У меня вроде много конфликтов. Инкрист энергощита с перчаток и сапог. Там прям хорошо должно быть. Там хорошо должно быть сапог. Я не понимаю, триггерятся ли у меня все курсы. А не как вообще одновременно по очереди, как они триггерятся. Ну, потому что если одновременно, то тут 33, 50 и 33 монокоста. То есть, сколько? То есть, 113. А у меня маны 107. У меня маны 107. Непонятно. Как это работает вообще? Ее херово знает, как это работает. Как вообще понять, на ней висят эти курсы или нет? Я не понимаю. Ну, вообще, Inspiration люди юзают иногда. Но я абсолютно без понятия, что мне убрать, чтобы сюда засунуть Inspiration в линке. Ну, Фастер Атакс можно убрать из линков, но это кринж совсем. Фастер Атакс мувспид дает. Фастер Атакс позор убирать. Над головой? Да там хуй пойми, что у нее над головой. Смайт. Блядь, какой нахуй свой? Ой, вы худшие в чате. Ну, я не умер. Мне кажется, она меня просто не ваншотнет. Восемнадцать тысячи ес, а я не верю, что у меня проебаный меморигейм и ваншотнется на обычный мейвен. Судя по тому, что не началось заново, она успела мне дать меморигейм. Как тебе свали нахуя? Конфликт. Бля, я не знаю, то есть мне реально не хватает маны, чтобы у меня затриггерились все три курсы? Как мне понять, затриггерились они или нет? Блядь, я не поймаю. То есть мне нужно от кого-то высрать пять маны? Откуда мне высрать пять маны? Как мне высрать пять маны? Плюс одна так будет. Левел или пару татушек и не овых убрать. Вы худшие в чате, вы худшие. Блядь, это читать, это просто пиздец. Ну, резерв на шляпе можно в имплезите высрать. Но супер впадлу избавляться от имплезита на максимум энерджи шилд. Ну, блядь, гем какой-то можно убрать? Ну, я не знаю какой. Блядь, какой-то гем можно из линков убрать. Вот без фастер атакс как это выглядит. Ну, как будто бы сильной прям разницы нет. Как будто бы похуй. Ну, вот так попробуем. В целом, в целом похуй. В целом похуй. Есть разница. Так, все равно это сетап на боссинг. Я мап и бебгаю вообще без анафемы. Поэтому должно быть поебать. Я все равно в шляпе просто линк поменяю и все. Мне так даже лучше, наверное, будет. На блядскую натуру поставили возрастные ограничения. Увы. Увы, на блядскую натуру были выставлены ограничения. Двадцать восемь, двадцать восемь, сорок два. Это сколько? Это пятьдесят шесть. Плюс сорок два. Это девяносто восемь. А монопула у меня больше. Монопула у меня сто семь. Победа. Победа. Омин на уник ноль. Штук шесть выпало на этот. Штук шесть выпало. Да даже больше. Штук десять, наверное, выпало на шести линка, на уник ноль. Сейчас точно триггерится три. Да, я думаю, должно три теперь триггерится. Надо еще Inspiration левел апнуть. Скарапов виспс. Тушка. А тушка же вроде супер редкая, да? Это Uber? Нет, это обычная. Блин, я, кстати, такое говнище перед стримом посмотрел на фоне благо. Благо на фоне. Просто пиздец. Наверное, одно из худшего дерьма из того, что я видел. Оно не то, чтобы меня выбесило, оно просто, ну, никакое. Прям говно с мочой. Мультик, да. А я не знаю, я бы с удовольствием что-то нормальное посмотрел. Но есть... Ну, подожди, в смысле? Я вон этого Overlord'а смотрел. В целом, я не считаю фул говном. А так, ну... Нет ничего. Я все нормальное, что хотел, уже посмотрел. В основном говно. Лучше. Ну и дерьмо с них падает, конечно. Я от тебя оценки в 6 еще не видел. У меня есть два аниме, которым я 9 поставил оценку. 10 ни одному не ставил. Overlord'у я вроде 7 поставил, нет? Не помню. И одной из них DXD нет. Ну, просто сейчас я реально одно дерьмо смотрю. И даже то, что мне нравится, я все равно понимаю, что это хуйня. Бля, опять ебучее аниме. Ну, вы заебали. Что-то гемы вообще неохотно с него падают. Я в целом, не знаю, часто смотрю, мне нравится этот... Вот это вот говно, которое все хуесосят, где главный герой... Какая-то бессмертная, суперсильная хуйня. Возможно, из-за того, что я ебаный АЧСВ, и мне проще такого героя ассоциировать с собой. Либо еще по какой-то причине, не знаю. Но даже в такой сфере есть что-то, что мне плюс-минус нравится. Есть какой-то кал несмотребельный. Но жалко, что в таком жанре почти все дерьмо ебаное. Сделанное для отсталых фриков. Это как минмакси билд в кое, в том числе. Это ирония? Это не ирония, это залупа. Ты можешь пойти на площади, насрать и сказать, что это ирония на моральные устои человечества. Но от этого ты не станешь быть, ну не перестанешь быть долбоебом, который просто пошел и насрал на площади. Автор форк. Блядь, ну у форка же дропрейт, как у мультистрайка, да? А мне нахуй не нужен этот форк, ебаный. Почему мне каждый ССФ падает форк? Мне каждый ССФ падает форк, чтобы вы понимали. Каждый. У меня на каждом ССФе есть форк. По-моему, тут это второй, кстати. Не первый. Покупает мета-иронию. Блядь, ну любое дерьмо можно оправдать иронией. У тебя, ну, если это ирония, это не значит, что это хорошо. Это значит, что это просто ирония. Иронию можно сделать хорошо, можно сделать хуёво. Вот Ван Панчмен это тоже же вроде как ирония на всё вот это вот... С героем. Но она сделана хорошо, Ван Панчмен хороший. А это, это просто дресня. Где главный герой уёбище тупорылая. Обычный Мэйвен может упасть в любой гем, кроме Exceptional. То есть кроме Enlighten, Empower и Enhancer. Не, ну билд охуенный вышел. Ну, выживаемость ебанутая и вот такой дэмэдж. Элевет. Ну, у меня такой есть уже. У меня 5-23 даже. Ну, может, 6-го сделаю. Пусть левелится. Сколько я? 4 Awakened Game'а с 10 Мэйвен залутал. И 3 конфликта. Ну, хуй знает. У меня, кстати, 13 конфликтов уже. Можно реально что-то проапать. Служдаю. Блядь. Ладно, похуй, у меня Омин. Я вот думаю, какие я имплезиты на тушке хочу. То есть у меня 2 гранда, я могу перфект сделать. Ну, можно 6 экшн спида сделать. Но, чтобы сделать 6 экшн спида, мне нужно апнуть экшн спид до перфекта и сделать еще после этого как-то эксепшенал жижу. Ну, как будто бы так себе звучит. Мне нужен эвоид эксепшенал и экскьюзит минимум экшн спид. Так, Мэйвен я отбегал 11 штук. За 11 Мэйвен мне просто выпало чуть-чуть конфликтов и немного Awakened Game'ов. Ну, я, кстати, нормально так Awakened Game'ов уже насобирал. Сколько? 12, 14. Какая Вирага интересна на мультистрайк. Awakened Game'ов тоже неплохо. 14, 16, 16, 17, 18. И там у меня в линках еще вроде валяются. 19, вообще под 20 гемов Awakened у меня уже. А, ну я еще свапал же этими, бестами. А 1 к 200 где-то? Ну, это даже реалистично звучит. Учитывая, что они отовсюду сыпятся. Из боссов, из инвитейшнов, из самой Мэйвены. Плюс я еще бестами иногда свапаю. Шансы есть. Ища Мэйвен 3 мультистрайка. Мультистрайка. Ну, это не так страшно даже. Страшно, но не сильно. Но я мультистрайк на SSF не лутал ни разу. Форк 2 раза лутал, мультистрайк ни разу. Ну, пошли с Уберсикусом подеремся. Какая цель на SSF? Упгрейды в билд. Мне нужен Awakened мультистрайк. Awakened GMP неплохо зайдет вместо Damage on Full Life. Что еще? Корабд на штрикалке лучше. Закарабдить Авроры надо. У меня есть много и штрикалок, и Аврор у меня много есть. Вот. Dual Build Setup. Звучит как говно. Зачем? И так куча урона в билде. Хороший демеш. Некротик Армор. Зачем? Это Убер был. Так, что еще есть? Как будто пора убивать 13 элдеров. Обычных. Наверное, на элдеров лучше с этим. С Lightning Strike'ом, чтобы АФК ставить. 192 от Зири, такого не будет. Про Симплекс. Ну, Симплекс это optional апгрейд. Симплекс, да, но его выбить надо. Выпадет заебись, не выпадет, увы. Но элдер пиздец долгий. Бля, файт с элдером, конечно, разъеб. Нахуя такую долгую перефазовку делать, я не знаю. Как можно почитать? Ну, пишите что-то интересное, чтобы вас было читать. Со смыслом. Хоть аниме в угол включай. Бля, какой классный босс. Этот файт был сложным на релизе. Ну, на релизе, думаю, да. У тебя билды в 10 раз были слабее, когда элдера добавили. Думаю, больше, чем в 10 раз. Бля, когда надо было спавнить элдера на Атласе, это было просто ужасно. Спасибо разрабам, которые куски добавили в метаморф лиге. Это было охуенно. А что мне тут в линках было? Что мне в мече? А, вот почему. Я ни одного убер элдера сам не заспавнил до метаморф лиге. Ни единого. Его ж там надо было по-моему заводить как-то в центр Атласа. Там пиздец был просто. Элдер, да, он рандомно на Атласе появлялось влияние элдера. И тебе его надо было двигать выше. И там в районе, где было влияние, оно было расположено вот так вот на мапах. Оно там поглощало какое-то количество мап. И все эти мапы запускались под влиянием элдера. Вот. И ты закрывая какие-то карты, ты его двигал выше и выше. И на желтых картах был желтый элдер, на красных картах был красный элдер. А если ты его заводил в самый центр Атласа, у Атласа был центр, и там в центре сидел шейпер. И если ты его заводил в шейперу, то это становился убер элдер. Сейвили шейпера фростволами, чтобы упал в отчерай. Да, кстати, если шейпер умрет, то в отчерай не падает. А что, на старых билдах не хватало ДПСа, чтобы засейвить шейпера? Что-то очень душное, пиздец душно было, невероятно душно. Там прям ужас. Очень плохо. Сколько закрытый в отчер стоил, я не помню. Дорого. Ну, раньше не было такой инфляции. У тебя раньше не было билдов за несколько тысяч дивайнов. У тебя билд за сто экзов уже было заебись. Довольно дорого. В смысле за сейвить шейпера, но у тебя в этом файте есть шейпер, который вот эти вот штуки заряжает. И его пиздят мобы. И если они его убьют, то в отчер не выпадет. Ты если во время файта сдохнешь с элдером обычным, они могут его пока ты ходишь отпиздить. Жалко фокус не успевает зарядиться. Ну вот смотри, я сейчас не буду бить мобов. Они начнут... Вот видишь, он захватывает. Из порталов лезут мобы. Ну они меня пиздят, а не его. Вот видишь, они в него попадают, и они нихуя себе урона ему наносят. Видишь? Они ему четверть хп сняли почти. Ну не четверть, но одну шестую где-то, одну седьмую. Ожидание джевола пофиксили. Этот баг все еще есть. Так же, как и раньше. Но он работает только если ты сдох или вышел в конце файта. Сейчас они могут? Могут. Просто у меня билд их ваншотает. На какой-то мачете все еще можешь сдохнуть. Ну я же тебе показал только что. Они ему быстро достаточно урон наносят. Карту делали? А, гайд по карте. Там где фрактурили карту, я помню, кстати. Но это же ты саму карту не бежал. Ты же ее фракчур фосселами копировал. Саму карту ты не бегал. Там была карта, которую мирорили. Бурики, бурики. Там были не бурики, там этот был. Ммм, каньон. Сниме здесь каренси. Мирор карты. Ну и тебя ее реально мирорили. Но ее просто мирорили не мирором, а этим. Фракчур фосселем. Он раньше по-другому работал. Он перераливал шмотку и создавал ее мирор копию. Там фрактурился мод, который делает не месяц мобов и рарников. Кидался просто этот фоссель и мапа копировалась. В какой момент? Несколько лик назад. Разрабы сделали так, что за продажу шестеринка дивайн больше не дается. У тебя раньше за продажу шестеринка дивайн давался. И дивайны стоили по 7 хаосов, по 10. По 20 максимум. Вот. И сделали так, что для метакрафтов теперь нужны дивайны, а не экзы. Раньше для метакрафтов нужны были экзы. Метакрафт это прев, канут биченчет, канут ролл атак, канут ролл кастер, сув, канут биченчет и мультикрафт. Это не самое худшее изменение. Дивайн как будто бы должен быть более ценным. Действительно. Поэтому это не самое худшее изменение. Плюс теперь ты можешь кидать экзы. Везде. Шмотки. Постоянно. Дивайн, да, то же самое. Не менял свойств. Просто сделали свап цены и все. За счет этих изменений. Самое веселое было на стд. Когда пачноут. Ну не пачноут. Когда анонс вышел. Там на стд такой пиздец был. Там же все цены на мироры были в экзах и на шмотке. И они полетели просто в трубу. Там в моменте мирор стоил 3000 экзов. Да, раньше кстати можно было в харвесте дивайнить шмотки. Там был лаки дивайн. Классная штука была. Вот за это обидно. Без лаки дивайна шмотки дивайнить это пиздец. Теперь шмотки с хорошими роллами это удел богатых. Потому что раньше ты скрафтил рарку и задиванил ее дешево в харвесте. А теперь ты скрафтил рарку и задиванить ее дороже чем скрафтить. Типы в харвесте? Так у тебя сейчас Eldritch Currency вместо них. Оно не на все работает, но тем не менее. Какое самое хуевое изменение было на твоей памяти? Я не знаю. В ГГ много тупорылых решений принимали. Добавление Ратлас режима. Нерф Торнадо Шота довольно тупорылый. Последний. Потому что скилл просто перестал играть. Зачем это было делать я не знаю. Самое тупорылое изменение за все время это добавление Архнемезис мобов. Самая тупая хуйня в игре. Потому что раньше у тебя не было Архнемезис мобов нынешних. У тебя не было Мано Сифонера. У тебя не было... Короче у тебя не было мобов, которые как-то меняли моба. У тебя были просто моды, которые делали его сильнее. И все. Всякие экстра дэмэджи, экстра лайф, экстра энерго щит и так далее и тому подобное. А они добавили Архнемезис... Было. Спасибо. Самое классное. Самое классное. Ну то есть была Архнемезис лига несколько лик назад. И там ты за всю мапу собирал одного Архнемезис рарника, который ебал тебя в рот. И это ненавидели все. И в Next League сделали так, что из этих Архнемезис модов теперь состоит любой рарник. Это было настолько тупо. И они раньше еще показывались какие моды. И челы реально... И там у каждого мода было свое свойство, которое усиляло моба и свойство дропа. И вот представьте, когда игрок встречал тачт моба на мапе. Например, там Аракали тачт. Это конверт всего лута в валюту. И то есть ты встречал моба, не убивал его, искал на ТФТ чела в фулл МФ гире, чтобы он убил для тебя этого моба. И из него там выпало 10 дивайнов, допустим. Просто представьте, насколько это кринж. Ну это благо в Next League поменяли, но сами Архнемезис моды это просто пиздец. Они еще были гораздо сильнее, чем сейчас. Ну хотя сейчас, не знаю, сейчас пауэркрип изменился в целом. И там были настолько конченые моды. Ну то есть не было вот этих тупорылых клеток, которые на землю дамажат миллиард. Не было моносифонера. Не было шрауд мобов, которые от тебя убегают и ставят айсволы. Ничего из этого не было. Были просто там всякие разные Немезис моды, которые просто усилили мобов. И это было гораздо лучше. Никому нахер не нужны. Хаос волатайлов не было. Это тоже Моторх Немезиса. Когда за тобой летит шарик зеленый и в лужу превращается, потом падает. Этого тоже не было. Рарников под Сирусом. Да, прикольно было. Да. Сто лик назад были, если что, мобы, у которых была аура рефлекта. Просто, чтобы вы понимали. Были мобы, у которых была аура рефлекта. И если такой моб стоит в пачке, то ты дамажишь пачку и дохнешь. Ну, раньше игра в сто раз медленнее была. И урона у игроков было гораздо меньше. Там не факт, что ты от одной пачки сдохнешь. Блядь, а я куда? Блядь, оно сломалось. Вполне вероятно, что сейчас может вотчер выпасть. Я не уверен. Я постою чуть-чуть на всякий. А то вот анимация сломалась. И Мортал Колл раньше классный был. И Мортал Колл раньше был классный. Там этот. Он давал бессмертие к физе полное. Когда он был активный. Может, выпал? Не-не, вотчера нет. Но он только к физе давал. Он с селем дамагом никак не взаимодействовал. Блитбоу Глада, да не, он долго играл. Да и в этой лиге его можно собрать. Эффект банок длился одну секунду. Я не помню такого. Я помню лигу, когда банки понерфили. Ужасно было. Все ныли очень сильно. У вас убрали с банок имун к чилу и фризу, если что. В одной из лик у вас просто убрали имун к чилу и фризу. Ко всему имун убрали с банок. И ты просто не мог иметь имун к чилу и фризу. Так же, как и убрали имун к КБ. Привет, расскажи, пожалуйста, есть какой-то абуз с этими микстурами? Или зачем ты ее используешь? Что, блядь? Друг, расскажи, пожалуйста, какой есть абуз с сапогами. Иначе зачем ты сапоги надел? Чат, есть какой-то абуз с сапогами метовый? Нахуй вы сапоги носите? Че вы босиком не ходите? Что это, блядь, за вопрос? Как я на это отвечать вообще должен? Да, еще одно из самых тупорылых изменений. Они просто убрали атак спид с фласок в этой лиге. Зачем они это сделали, я не знаю, сумасшедшие фрики. Причем они в патчноутах ни в каких это не указали, потому что они знали, что на них пиздеть будут. Просто в крысу убрали. Конверт физы был в патчах и в анонсе. Нет имунок temporal chains. Ну там в моменте убрали имункурсам на банках. У вас раньше, если что, на банках был просто имункурсам. Сейчас через банки имункурсам можно сделать только с мэшбладом. Ну хоть так. Но справедливости ради, если бы они оставили банки, которые были в прошлом, это было бы слишком сильно. В нынешних реалиях. Ну представляете, если бы у вас под мэшбладом были банки, которые 30 мэса дает. Это же, ну, слишком много. Раньше софт приходилось юзать. Не знаю, никогда не юзал софт на банке. Нужно быть вообще, ну, я не знаю, нужно не иметь пальцев, чтобы юзать софт на банке. Я всегда руками... Блядь, в чем проблема 4 кнопки нажимать в секунду? Время от времени. Я всегда, когда нет мэшблада, жмакаю банки сам. Я даже не юзаю кальяны, мне не нравится это. Мне проще руками жать. Надо убрать. Плюс 70 эффекта, которые сделаны просто под МБ. Это, ну, ты хуйню несешь. Это и без мэшблада юзается. Плюс 70 эффекта. На уник банках, например. У тебя ботлет фейс юзается с этим. Или еще что-то, тох какой-нибудь. Хуйню несешь. Как я начал играть в ПО, я друг позвал. Это было в синтез лиге, меня просто друг позвал. И мы вместе начали играть. Меня затянуло, и я наиграл тысячу часов, наверное, за свою первую лигу. Собрал себе билд за 100 экзов на трейд лиге. МФ себе собрал в первой лиге. ПМФил. Выбил пару докторов, еще что-то. И пошел на хардкор. Сдох на хардкоре пару раз. Прошел акты. Сдох от сундука на мапах. Пошел в доту. Легаси лигу. Я говорю, я в синтез начал играть. Тот, который на север, нет, другой. Тот нормальный был. Синтез? Не знаю, я никакого негатива к синтез лиге не испытывал. Ну, потому что это была моя первая лига. Но я острова и тому подобное особо не юзал. Я себе играл просто в игру и все. Легион, я его очень быстро дропнул, по-моему. По-моему, я легион очень быстро дропнул. Ты стримил? Да, но у меня был компьютер очень плохой. И я редко стримил. Тяжело было поя стримить. Довольно тяжело было стримить поя. Так, за 13 элдеров мне выпало 6 вочеров. Как-то много даже. Элдер, 18 штук. 7 вочеров с них выпало. Ну, а это все на пыль пойдет. Мало как-то уберов у меня получилось. Ну, вот с элдером хорошо, с шейпером хуево. Ну, я шейпер гвардов не бегал, потому что. Ну, го, свапнем. Один-два куска. Сколько оно стоит? 800 желтой, бля, впадло. Можно пробежать фирды. Ну, фирды все упираются чисто в чаюлу. Фирды чисто в чаюлу упираются. Фирды упираются сугубо в чаюлу. Ультра впадлоу фармить бричи. Ну, го, фирд один пробежим. У меня все есть, кроме чаюла. Откуда столько энтузиазма? Не знаю. В доту не хочу идти. Пока есть что делать, я играю. Мне мэшблат на ССФ выпал. Почему мне не должно быть интересно? Могу собрать очень сильный билд. Я думаю, если бы мэшблат мне не упал, я бы очень быстро дропнул ССФ. Я не планировал сильно задерживаться. Но он высрался, и из-за этого у меня появилась мотивация. Надо омин взять. Я, конечно, сомневаюсь, что я могу где-то здесь умереть, но лучше взять омин. Какие мысли по дедлоку? Я не играл. Думаю, зашел бы, если бы меня кто-то из знакомых позвал. Но как будто бы впадло. Блин, надо было заапгрейдить бричстоун. У меня блессинги есть. Пробежал бы флейвлесс. Водчеры нет. Я сейчас уберов еще пробегу, и с уберами, если еще выпадет, открою. Как ты доджишь хаос-урон с минус 60? В смысле, у меня осяй. У меня 100% хаос-реза. Блин, у меня куча проходок на фирид, но у меня нет вообще чаюл. Я не знаю, откуда мне высрать чаюл для фирда. Мне кажется, сетапить бричи ради этого точно не стоит. Точно не стоит. Если бы мне нужен был щит от зири, я думаю, имело бы смысл. У меня, кстати, с фирда банка упала с кортекса. Го-кортекса убера пробежима необычного. Я, кстати, удивлен, что мне ни одного фрагмента с этого в Алтемплов не выпало. Го-убер-кортекса вместо обычного для фирда. У меня обычных тоже хватает. Го-убера. Новый сезон, кстати, вот это его мультика. Такая залупа просто ужас. Ну, как и остальной в целом. Но в последнем как будто бы совсем перебор. Я не знаю, там красиво визуально он выглядит, этот мультик. Я не знаю, я ненавижу лето. Слишком жарко. Мне нравятся промежуточные... Вот мне сейчас нравится погода. Прохладненько, так приятно. А не когда летом, блядь, плюс 40, а ты сидишь в ахуе просто. На улицу не выйти из-под кондера. И свет вырубили, кондер не работает. Сидишь, умираешь. А сейчас заебись. А, Омин, на что ты взял? Если я сдохну, у меня заберут не 10% эксп, а 2,5. А то я сотый левел качаю на убербоссах. Хороший билд. Вот, и у меня 45% впадло дохнуть. 2 Дивинариуса, молот, Т0. Не могу получить. Да, Headhunter тоже неплохо. Ты на каком билде играешь? Headhunter в этот билд тоже заходит. Много ли в какой билде Headhunter заходит? Как минимум тех же Рог Акзайлов бегать с Headhunter норм. Как будто бы. Не, билд классный. То, что я реально бегаю, не боясь потерять XP, имея 50% на 100 и убербоссов. Это тут экстра, если что, и дэмэдж. Корона. На говно. С кортекса? Ну, с обычного кортекса банка падает. Но она по редкости как Нимис. А с убер кортекса падает джевел, по-моему, еще что-то. Шляпа с имплезитами. И небули с имплезитами денег стонет могут. Но они невероятно редкие. Банка только с убер кортекса падает, дядь. Ты фрик. Она с обычного падает, она с убера не падает. Блядь, какие же вы сумасшедшие долбоебы. Либо я отсталый. Тоже может быть. Но по ощущениям нет. Она, блядь, мне упала с обычного. Подожди. Она же мне в этой лиге на ССФ упала с обычного. Нахуй, ты это пишешь, сумасшедший. Дядь. 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 Блядь, вот я не понимаю, почему постоянно вот люди хотят с умным ебалом сказать тупую хуйню. Я не понимаю. Просто не понимаю. И сидит же, дядь, блядь. Просто охуеть. Вдруг, зачем ты ебало открываешь? Я просто не понимаю. Ты же позорище. О, господи. Ну, я сильнее этого билда точно на ССФ и не собирал. Это просто пиздец какой-то. А в ласт лиге... До того, как она... Она всегда с обычного падала. Увы, без вотчера. Но сейчас еще одного может убью, выпадет. Рарников. На рогах нормально рарников. Ты же в восьмимотке бегаешь. Там большой пак-сайз довольно-таки. Не знаю. Ну, агроморф урогов с этим бегал. С хэтхантером. А так, не знаю. Может быть, действительно не очень. Я с миджблодом бегал. А, это... Ну, это хуйня. 90. Крапт. 95. На 5 кванты больше на восьмимотке. Хуевая восьмимотка. Шляпа. Шляпа хорошая, метовая. Надо продивайнить Суфа только будет, как дивайнов насобирает. Альва, да мне супер впадло. Прям ужас. Здорово, проститутка. А чё я проседаю? Тут канут лить, что ли? Походу, канут лить на мапе. Или что, блядь? Я и много не понял, как у меня хп стало так мало. В моменте. Хороший билд. Упроходка на мейвен. Оф-эмптинес. Оф-шейп. Джевел с фрика. С3 на мулет. Перчатки с фрика. Стрит мульта. Колоссал тавар. Ну, вроде всё остальное насрано. Ну, такое. Ничего. Ну, два куска это так-то заебись. Два куска это очень приятно. А у меня на ещё один круг фир до этого не хватит, по-моему. Я не знаю, мне очень впадло альву сетапить. Мне нужно и авроры закарабтить, и штрикалки. Мне очень впадло альву сетапить. Тяжело. Сейчас бы на дядю триггериться ебать тупость. Друг, меня триггерит не то, что ты меня как-то назвал. Меня триггерит то, что ты не знаешь, что ты говоришь, и при этом формулируешь сообщение так, как будто ты бы дохуя эксперт. Из чего, ну, сложив два плюс два, можно сделать вывод, что ты отсталый. Поэтому я тебе соболезную. Понимаешь? Мне не важно, какое там слово было. Меня не задело слово. Меня задело твоё существование. Главное, что никогда не ошибаешься, всеумный. Друг, смотри. Можно ошибиться с позором, а можно просто ошибиться. Понимаешь? Человек, который не уверен в своих словах, и допускает ошибку, он никогда не будет говорить в такой интонации. Понимаешь? А если я человеку что-то доказывал и оказался неправ, я сам себя отсталым назову. Понимаешь? А когда ты с умным ебалом что-то рассказываешь, и при этом это не является правдой, ты долбоёб. Проблема не в том, что ты ошибся, а проблема в том, как ты ошибся. Понимаешь? Позор называется. Вау-темпли они не будут носить. Чё тут у нас? Ченсту блок под дитермой. Это, кстати, можно в этого. Это, кстати, на трейде, наверное, денег стоит. 7 дивайнов. Детерминейшн блок. Энгер крит мульти. 14 дивайнов такой на трейд лиге стоит. Бля, ну нужного нет. Хуйня всякая. А двухмодовые крутить бестами супер впадло. Первая дисциплима на faster start of energy shield recharge. Полная хуйня. Ну го, вот этот крутанём бестом. Свойства? Это с обычного элдера глаза. Субера не выпал. Пурити оф айс. Оф файр энд лайтнинг тейкин эсколд. Ебать хуйня. Бля, ну двухмодовые реролить, это такой кринж. Каспит под зилатри умер. Детермоблок. Ну детермоблок это на этого. Детермоблок это на бегунка в хейсте. В раз лайтнинг пен. Детермоблок. Десять дивайнов такой на трейде стоит. Но мне такой не нужен. Хотя у меня есть другой с детермоблоком. Где он? Такой тоже денег стоит. Но ничего из этого мне не нужно. Но из терр стакера какой нужен, полезный. Ебать что это? Ну и вейт под грейсой это кстати полезно. Три дивайна всего такой на трейде стоит. Ну и вейт под грейсой кстати заходит мне в билд. Правда я сейчас без грейсы играю. Но это на бегунка как будто бы. Как будто бы на бегунка. А на бегунке же у меня вроде и детерма и грейса. Правильно? У меня по-моему на детерма и грейса на хейст раннере. А ну сейчас. Правда без мувспида. А да, у меня реально детерма, грейса, хаста, кларити. Ну кстати на мейн билд вообще ни одного. Один всего за все время на дисциплину. И тот хуёвый. Роллы неплохие. 7-7 и опять лайфа. Ну тогда надо засунуть. Это прикольный. Это у меня фулл кап эвейда будет, да? Блядь, а куда мне его засунуть? Мне некуда. Два нода надо. Два нода надо. Ну вот допустим один нод. Еще один нод нужен. Ну я кстати левел скоро апну такими темпами. А мне инта нужна вот эта? Видимо нужна. Ну это кстати можно на хеликале пофиксить. На хеликале можно инту найти. Но у меня нет этих. У меня нет эссенции нужных. И нет хеликала второго. Ну я не буду этот перераливать. Этот хороший. А что я могу откатить? Ну я могу вот это откатить. 5 мувспида. Ну 5 мувспида впадло откатывать. А вот эта мастерка юзлистная. Вот эта юзлистная мастерка. Она больше ничего не дает. У меня больше не даются максрезы с этой мастерки. Потому что я смог засетапить ауры. Вот и 2 нода я нашел. Вот и Watcher. И лайфа у меня побольше стало. Чуть-чуть. Плюс у меня чуть-чуть больше маны стало. У меня с маной были проблемы. У меня реально теперь фулл кап и вейда. Из редакшена больше стало. Хороший дженел на бегунка. Ебало бегунка представили? Жалко без мувспида? Ебало людей на ССФе, когда зашли поиграть на ССФ. Там бегунок с фокусом, хеликалом, 8000 месса. Еще теперь с дабл мод Watcher. Это пиздец. Минмаксинг хейстранера. У меня еще шляпа на резерв. Мейджблад карабченный. Мейджблад карабченный. Розовый причем. Розовый прибавляет плюс скиллу. Ну фокус это прикольно выглядит. Мне нравится какой я амулет на бегунка сделал. Он хороший. Сколько месса сейчас? Много. Ну вообще хейстранеры недорогие. Ну как сказать. Забавный хейстранер. Забавный. Слабы бричи крутить фирды? Да мне надо просто побегать эти инвитейшены. И уберов пофармить. Перед насрана. Перед насрана.